Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и География просто. Учебник под редакцией Климановой, 7 класс, Страноведение. Тема 7. Америка. Новый свет. Именно Америку называют новым светом. Старый свет это Европа, ну точнее там Европа, Африка, это старый свет. А Америка это новый свет, причем как северная, так и южная. То есть в состав Америки входят сразу два материка. Известно, что обе части Америки были открыты в разное время разными путешественниками. В названиях географических объектов сохранились имена Христофора Колумба, вроде страны Колумбии, реки Колумбии, округа Колумбия, Генри Гудзона, который тоже участвовал в открытии. Есть Гудзона в залив, Гудзона в пролив, есть река Гудзон. Уильям Баффин, остров Баффинова, земля моря Баффинова, Баффинов залив. Александра Маккензи, река Маккензи, горы Маккензи, Александра Гумбольта, известного исследователя и первооткрывателя. В его честь названа река Гумбольт. То есть очень много было английских, французских, голландских, даже немецких исследователей, которые изучали оба этих континента и в их честь даже называли определенные географические объекты. Есть там и российские имена, правда они своеобразны. Например, россиянин Витус Беринг, то есть на самом деле датчанин, но он был на русской службе и поэтому как бы россиянин. Алексей Чириков, Георгий Шелихов, Александр Баранов. Они занимались в основном работами на Аляске, но тоже их именами и фамилиями названы некоторые объекты на Аляске. Открытие Америки, Нового Света, стало для европейцев совсем не означало, что цивилизация пошла в другую сторону Атлантического океана только вместе с первооткрывателями. Еще в доколомбовую эпоху в Америке существовали индейские государства, инков на территории государства Перу, ацтеков на территории Мексики, майя на территории Мексики, Гондураса и Гватемалы. И все эти три цивилизации имели богатую, но очень своеобразную культуру. Причем насчет майя тут вообще они очень были своеобразными. А вот ацтеки и инки это были такие очень кровавые цивилизации. Вроде бы достаточно высокоразвитые, но при этом постоянные человеческие жертвоприношения, они конечно не делали честь этим народам. Ну ладно, оставим. Открытие новой части света повлекло за собой насильственное или добровольное переселение в Америку большого количества европейцев. Европейцы переселялись в основном добровольно. А вот африканцы, негры, они переселялись отнюдь не добровольно, а насильственно, так как их переводили в качестве рабов. Азиаты чаще всего тоже ехали сами. Уникальность Америки это смешение рас и народов, местных и пришлых. В Южной Америке сохранилось гораздо больше коренного населения индейцев, чем в Северной. Ну, по той причине, что Южную Америку колонизировали в основном испанцы и португальцы, про которых написано очень много того, что они якобы уничтожали индейцев. Но почему-то там, где колонизировали они, индейцев сохранилось гораздо больше. А там, где были цивилизованные англичане, там индейцев практически не осталось. Уничтожили полностью. Хотя индейцев там было больше, чем в Южной Америке. Тем не менее, англичане и англосаксы это один из самых страшных народов, самых страшных уничтожителей других народов на планете Земля. Значит, интересным моментом, который нужно знать, это название потомков различных людей, которые смешивали с другими нациями. Например, потомки индейцев и европейцев это метисы. Индейцы и негры это самбо. А негры и белые это мулаты. Как уже сказано, Америка состоит из двух одноименных материков, то есть Южная и Северная Америка. Однако Канаду и США нередко относят к Англо-Америке, подчеркивая, что история этих стран связана с Британской империей. И официальным языком там являются именно английские. А вот все остальные страны Америки относятся к Латинской или Испанской Америке, так как там основным языком являются Испанский и Португальский. И его 43-й параграф. Северная Америка, Южная Америка. Общая характеристика. Большую часть территории Северной Америки, как и большинство материков, занимает древняя платформа, возраст которой превышает 2,5 миллиарда лет. Сотни миллионов лет. Эта платформа входила в состав гигантского континента Лавразия. Из-за подобного строения земной коры на материке очень много равнин. Центральные и Великие равнины, Миссисипская и Низменность. Они не одинаковы по своему рельефу, так как за долгое время существования платформы она подвергалась воздействию различных внутренних и внешних сил. Одной из важнейших сил было покровное оледенение во время ледникового периода. Центр находился на самом севере, на островах Канадского Арктического Архипелага. Следы деятельности ледника видны повсюду. Он углубил котловины великих озер. Озер Виннипеек, Большое Медвежье, Большое Невольничье. А Растаев оставил наносы. Ну то есть гигантские такие песчаные холмы, которые слагают холмы центральных равнин. И сгладил выступы кристаллических пород на полуострове Лабрадор. К окраинам североамериканской платформы примыкает область складчатости разного возраста, как очень древней, так и очень молодой. Проще говоря, горы Анды и Кордильеры. Древняя складчатость – это горы Канадского Арктического Архипелага на севере и Апалачи на востоке. Запад материка занят горами средней и новой складчатости – Кордильерами, Андами, Скалистыми горами. Самые молодые хребты Северной Америки – береговые хребты в Кордильерах. Образование складок происходит и сейчас. Они возникают на стыке двух литосферных плит в полосе сжатия земной коры, которая пересечена множеством разломов. Самый протяженный из них – разлом Сан-Андрес. Разломы, в данном случае, подземные, вдоль которого плиты сдвигаются на несколько сантиметров в год. Кордильеры – часть Тихоокеанского складчатого пояса, который протягивается по побережью Тихого океана. Климат. Рельеф материка оказывает влияние на его климат. Горы на западе и востоке не препятствуют проникновению арктических и тропических воздушных масс в центральной части материка. Арктический воздух служит причиной сильных похолоданий на юге, а тропические – жаркой погоды на севере. В Северной Америке выделяют арктический, субарктический, умеренный, субтропический, тропический и субэкваториальный климатические пояса. Экваториального нету, то есть в Северной Америке есть все, кроме экваториального. Большая часть материка лежит в умеренном и субтропическом поясах, которые обладают комфортными условиями для проживания населения и ведения хозяйства. И вот, собственно говоря, очередные вопросы. «Определите положение Северной Америки относительно экватора, нулевого меридиана, 180-го меридиана, тропиков, полярных кругов, также омывающих океанов и других материков». Ну, собственно говоря, что экватор через Северную Америку как таковой не проходит, но при этом проходит, естественно, и Северный Тропик, и Северный Полярный Круг. Да, они проходят. Северную Америку омывают три, три океана. Атлантический океан, Тихий океан и Северный Ледовитый океан. Так, Северная Америка соединена, была, во всяком случае, соединена полноценно с Южной Америкой. Но потом был построен Панамский канал, и которой, как бы, моста через Панамский канал как такового нету. Поэтому там так своеобразно получается. Вроде бы соединен, а вроде бы и разделен. Так, определите координаты крайних точек материка. Так, что ж, координаты. Мыс Мерчинсон имеет 71 градус северной широты и 94 градуса западной долготы. Так, мыс Марьято имеет 7 градусов северной широты и 81 градус западной долготы. Далее, мыс Принца Уэльского имеет координаты 65 градусов северной широты и 168 градусов западной долготы. И следующая точка, мыс Сент-Чарльз, имеет координаты 52 градуса северной широты и 55 градусов западной долготы. Ну что ж, средняя протяженность в градусах, то есть, вот, например, от мыса Бару вот сюда до где-то Панамы, она получается в районе 60 градусов. В то время как с запада на восток здесь получается примерно 110 градусов. Вот такое вот расстояние. Ну а в километрах можно измерить просто вот здесь вот. Ну, возьмем, собственно говоря, как-то вот отсюда, замерим как-нибудь приблизительно вот отсюда и вот сюда, хоть и наискосок получается, но в районе 7500 километров получается с севера на юг. Ну а с запада на восток тоже достаточно своеобразно. Как измерять, собственно говоря, получается откуда-то отсюда, от Аляски и где-то как-то вот сюда получается в самую широкую точку. Ну вот примерно 6000 километров или 5900 километров. Примерно вот так вот. Но это очень примерно, конечно, все. Так, далее. Дайте характеристику береговой линии материка. Крупнейшие моря, заливы, проливы, острова, полуострова. Что ж, со стороны восточного берега, то есть там, где города Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, там береговая линия, она достаточно ровная. А вот со стороны западного побережья, там, где Кордильеры, там, где Лос-Анджелес, Сиэтл, Сан-Франциско, вот там береговая линия, она несколько более изрезанная. Так как там гораздо ближе находятся корные массивы. Так что там так. И, значит, крупнейшие моря. Ну, морей, как таковых, там не слишком много. Ну, Карибское море можно упомянуть. Упомянуть, вот, его. Так, и проходим сюда. Зато вот заливы, да, есть, например, Гудзонов залив. Конечно же, огромнейший мексиканский залив. Из морей, ну, вот, море Лабрадор, например, Саргасово море. Ну, также Карибское море, вот оно здесь находится. Тоже, вообще-то, к Северной Америке относится. Можно еще упомянуть, вот, море Баффинова, которое здесь находится. Это есть. Так, крупнейшие проливы, это, конечно же, Дэвисов. Вот он, пролив, именно пролив. И, также, можно упомянуть Берингов. Пролив, который, ну, он по-разному относится. Его можно отнести и к Северной Америке, и к Евразии. К крупнейшим озерам, ну, озер довольно-таки много на территории Северной Америки. Это и Великие озера, это и Большое Неволичье, и Большое Медвежье озеро. То есть, их достаточно много, именно озер. Так, значит, Северная Америка богата внутренними водами, причем и реками, и озерами. Самая длинная и полноводная река Северной Америки – Миссисипи. Течет она юг и питается в основном дождевыми водами. Другая крупная река – Маккензи. Наоборот, течет на север и питается талами снеговыми водами. Из-за своего северного расположения большую часть года эта река покрыта льдом. Реки, стекающие с склонов Кардильер в Тихий океан, короткие и полноводные. Самые крупные из них – река Колумбия и река Колорадо. Крупнейшая система озер – это Великие Американские озера. Расположена эта система в центральной части материка. Система включает озера Верхнее, Эри, Мичиган, Антарио и Гурон. Их соединяет с океаном река Святого Лаврентия. Разнообразие климатических условий Северной Америки определило разнообразие природных зон на ее территории. Однако расположены природные зоны необычно. В арктическом и субарктическом поясах на севере и на севере умеренного пояса они вытянуты с запада на восток. Так сменяют друг друга зоны арктических пустынь, тундры, лесотундры, тайги и смешанных лесов. Южнее, на центральных и великих равнинах, природные зоны широколиственных лесов, лесостепей, степей, полупустыни, пустынь сменяются в меридиональном направлении. То есть не с севера на юг, а скорее они идут с востока на запад, примерно вот так вот. Хотя там скорее так, с севера-запад, приблизительно вот так, наискосок. Как вы уже знаете, это связано с особенностями рельефа и преобладающим переносом воздушных масс, то есть преобладающими ветрами. В основании восточной части материка лежит древняя южноамериканская платформа. Это уже речь идет о Южной Америке. Поэтому здесь преобладают равнины различной высоты. Самые крупные плоскогория – Бразильская и Гвианская. Расположены там, где породы фундамента платформы выходят на поверхность. Участки платформы, где земная кора испытывает прогибания, заняты низменностями – Амазонской, Оренокской, Лаплатской. На западе материка находятся области сквачитости разного возраста. В рельефе они соответствуют горной системе Анд или горы Анды. Самая широкая часть материка лежит в экваториальном и субэкваториальном поисширотах. Там, где большую часть года господствуют теплые и насыщенные влагой воздушные массы. Южная Америка – самый влажный материк Земли. Здесь огромное количество дождей. Если все выпадающие над континентом за год осадки распределить по нему в виде сплошного слоя, то толщина воды превысит 40 сантиметров. В тропических широтах более увлажнена восточная часть. В умеренных, естественно, западная. Высокие горные хребты Анд в умеренных широтах служат преградой для ветров, дующих со стороны Тихого океана. На западе материка выпадает до 5000 мм в осадках в год. На востоке – до 250 мм в осадках в год. Из-за этого те части, которые отделены вот этими горами, там они испытывают серьезную нехватку воды. Но эту проблему стараются решить постройкой некоторых видов каналов или тоннелей, которые перебрасывали бы воду через горы. Большую площадь в Южной Америке занимает область высокогорного климата в Андах. Из-за наличия обширных равнин и большого количества осадков, реки в Южной Америке длинные и полноводные. Самый крупный по площади речной бассейн не только материка, но и всей планеты Земля – это бассейн реки Амазонки. Этот бассейн расположен в пределах экваториального и субэкваториального климатических поясов, поэтому река в течение года получает огромное количество пресной воды. Амазонка – самая полноводная река планеты. Ореноко и Парана – другие крупные реки Южной Америки. Для них характерна сезонность режима. С приходом влажного экваториального воздуха наступает сезон дождей, и эти реки разливаются, а окружающие их равнины затапливаются. В сухой сезон реки сильно мелеют. Прорезая кристаллические породы Гвианского и Бразильского плоскогорий, данные реки и их притоки образуют водопады, среди которых широко известен водопад Игуасу на Паране и высочайший водопад Анхель на притоке реки Ореноко. Вы уже знаете, что в распределении природных комплексов, как на равнинах, так и в горах, определенную роль играет соотношение тепла и влаги. Не удивительно, что очень большую площадь в Южной Америке занимают лесные природные зоны экваториального, субэкваториального и тропического поясов. Это самый лесной материк планеты. Во всяком случае, был. Определите положение Южной Америки относительно важнейших линий градусной сети. Известно, что через Южную Америку проходит экватор и, естественно, Южный тропик, и, если не ошибаюсь, Северный тропик тоже. Естественно, что положение на экваторе сильно влияет на материк, обеспечивая ему огромное количество влаги. Найдите крайние точки Южной Америки и определите их координаты. Посчитайте длину материка. Что ж, крайние точки для материка Южная Америка, значит, на севере, это мыс Калиньес, который имеет координаты 12 градусов северной широты и 71 градус западной долготы. Далее, на юге это мыс Фроуорт, который имеет координаты 53 градуса южной широты и 71 градус западной долготы. Потом на западе это мыс Париньяс, который имеет координаты 4 градуса южной широты и 81 градус западной долготы. И на востоке это мыс Кабу-Бранку, который имеет координаты 7 градусов южной широты и 34 градуса западной долготы. Средняя протяженность в градусах получается с севера на юг где-то от 65 до 70 градусов, а с востока на запад примерно 46 градусов. Протяженность в километрах, как всегда, проще можно измерить примерно вот отсюда. И замеряем вот так вот наверх, получаем примерно 7100 километров, как-то примерно вот так. И измеряем вот с этой точки вот сюда, и здесь получается примерно с востока на запад примерно 5100 километров или 5200 километров. То есть очень так приблизительно вот такие вот получаются отметки. Что ж, в условиях постоянного влажного, жаркого экваториального климата существуют на материке Южной Америки вечно зеленые экваториальные леса. В субэкваториальном и тропических климатах распространены переменно влажные леса, но все равно именно леса. Там и деревья, и кустарники, которые даже сбрасывают листву в сухой период, не в холодное, а именно в сухой. Аренокская низменность и большая часть бразильского плоскогурья заняты саваннами и редколесьями. Сухой сезон в этих районах длится 6-9 месяцев. В условиях влажного субтропического климата сформировались субтропические степи. В самой узкой части материка в умеренном поясе, там, куда не доходят влажные западные ветры, на равнинах Патагонии, распространены пустыни и полупустыни. Выводы. Америка – часть света, открытая европейцами в самом начале эпохи Великих Географических Открытий, и с тех пор активно осваивавшаяся и зателявшаяся ими. Часть света Америка состоит из двух материков. Природа Северной Америки во многом похожа на природу Евразии. Здесь располагаются одни из самых экономически развитых стран мира – США и Канады. Южная Америка, протянувшаяся от экваториальных до умеренных широт, отличается разнообразной природой. Ее население живет в самом большом на земле массиве влажных экваториальных лесов и в саваннах, в степях, на высоких нагорьях, в огромных городах на побережье и в затерянных среди бескрайних необитаемых земель деревушках. Страны, расположенные в Южной Америке, различаются по площади, природным особенностям, численности населения, уровню экономического развития. Ключевые слова и выражения. Метис, самбо и мулат. Метисы – это потомки индейцев и белых европейцев, самбо – это потомки индейцев и негров, а мулаты – это потомки негров и белых европейцев. Что ж, объясните деление Америку на Англо-Америку и Латинскую Америку. Здесь все просто. Это зависит от того, на каком языке говорят. США и Канада в основном говорят на английском языке, поэтому относятся к Англо-Америке. Все остальные страны говорят на испанском и португальском языках, именно на этих двух. Причем на португальском говорят в Бразилии, а всех остальных странах говорят на испанском языке. Отсюда и такое вот разделение. Назовите страны Америки. Самую большую по площади – это Канада. Самая маленькая по площади. Я бы сказал, что на континенте, не на островах, а именно на континенте, самой маленькой страной можно назвать Сальвадор. Самая вытянутая – это, разумеется, Чили, не имеющая выхода к морю. К морю не имеют выхода, по сути, две страны. Это Боливия и Парагвай в Южной Америке. Самой длинной береговой линии. Вы думаете, это Чили? Ничего подобного. Это Канада, расположенную как в Северном, так и в Южном полушарии. Это Бразилия. Бразилия находится на экваторе. Экватор проходит через территорию Бразилии, поэтому часть Северной Бразилии находится в Северном полушарии, а остальная часть – в Южном. Так, найдите на картах Атласа и обозначьте на контурной карте. Контурная карта будет выложена, добавлена в конце видео и выложена отдельно в группе ВКонтакте. Сравните географическое положение Северной Америки и Евразии. Ну а что здесь сравнить? В среднем Северная Америка очень похожа на Евразию по своему расположению. А вот Южная Америка, конечно, отличается. Климат Южной Америки изрядно похож по-евразийскому на то, что находится в Индии. Индия, полуостров Индостан в этом отношении достаточно похожа на то, на климат Южной Америки. Южная Америка – самый влажный материк. Докажите это утверждение. Дело в том, что Южная Америка находится в районе, где через него там проходит экватор, то есть там и так огромное количество дождей, так там еще и ветра дуют таким образом, что большая часть влаги попадает именно на континент Южной Америки. Именно поэтому там и выпадает просто невероятное количество осадков. И здесь можно привести самую простую цифру, что если все выпадающие в Южной Америке осадки разделить на весь материк и за год, то получится 40 сантиметров воды на весь материк. Это очень много для материка. Субтитры создавал DimaTorzok